Бабушка, расскажи нам сказку. Про Морозка. Про Морозка Ивана и Настю. Но ведь вы её уже знаете. Всё равно мы её очень любим. Хорошо. Укройтесь-ка получше и слушайте внимательно. Жили-были старик со старухой и были у них две дочки Настя Старикова Марфушка Старухина Был конец весны Тёмная летняя ночь Накрыла землю своим одеялом Все спали в этой избушке Все, кроме Насти и... Накрыл ДИНАМИ Накрыл Ты, кобылица, за день намаешься, спишь, не просыпаешься. А Марфушечка-душечка целый день продремала, лица не ломала. Теперь она от самого бесшумного шороха проснуться может. Марш вязать во двор. Там и месяц светит ярко, и не слышно, и не жарко. И чтобы к первым петухам второй носочек готов был. Не то я тебе, медовенькая, все косы повыдергаю. Ах, ведьма-змея подколодная. Внутренний двор. Утром мне нужно его подмести, а не то мачеха будет меня ругать. Сейчас мотыга мне не нужна. Я не могу с ней справиться сама. Я не такая высокая, чтобы туда достать. В нашем хлеву есть корова весна. Весна так много нам дает. Каждый день она дает молоко. Из молока мы делаем сыр и масло, творог и сметану. Вкуснотища, ням-ням. Борис конь. Он живет вместе с ней. Когда летом у меня появляется свободная минутка, я езжу на нем на лужайке, что за нашей избой. Коса, мы все косим с ее помощью. Трава для скотины, рожь, придорожные сорняки. Но сейчас она бесполезна. Ее нужно отбить и снова наточить. Обычно деревенский кузнец ее отбивает. Но его нет уже более двух лет. Я возьму. Позже он может пригодиться. Этими вилами я разбрасываю сено в стойлах Бориса и Весны, чтобы их постельки были чистыми. Сяпка, мой большой друг. Я очень его люблю. Он все еще спит. Нужно добавить в огонь немного дров, чтобы у батюшки не было холодно. Тепло полезно для его больной поясницы. Угойки хорошо горят. Полотенце моей сестрицы Марфуши. Теперь в комнате тепло. Огонь весело полыхает. Кажется, что мир стал чуть ярче и уютнее. Ух ты! Леденец! Удивительно, кто положил его сюда? Я возьму его. Маленький кувшин для воды. Большой кувшин для воды. Мышинная нора пуста. Похоже, мыши спят где-то под землей. В дворе еще темно, пока я не буду подметать. Пусть наступит утро. Я возьму эти ломтики хлеба, чтобы покормить тяп. Но сперва я немножко вымочу их в молоке. Сейчас они слишком твердые. Моя дорогая сестрица Марфуша, она чутко спит, бедная девочка. Она очень чутко спит. Даже очень слабый звук может ее разбудить. Она очень любит сладкое. Мама! Прекрати меня мутить! А ну, проваливай, ведьма! Ну? А ну! Ступай давай! Кому говорят! Марфуша чутко спит. Может, леденец поможет. Она заснет после того, как съест леденец. Чего тебе, Настенька? Батюшка, расскажите мне, пожалуйста, о маме. Какая она была? Твоя мама? Ах, моя Настенька! Я все время о ней думаю. Она была милая и ласковая. У нее для каждого было доброе слово. Я помню, когда ты была совсем маленькой. Так, у тебя что, работы мало? Если ты и дальше будешь болтать, ты у меня сидеть неделю не сможешь. Ах, а какой она была! Прощайте, батюшка. Мне надо бежать, работа не ждет. Моя дорогая сестрица такая милая, когда спит. Она спит и посасывает леденец на палочке. Один из той уймы, что я сделала для нее. Нужно сделать это очень тихо. Легче. Легче. Я осторожно стянула носок с ноги моей сестрицы. Она даже не проснулась, а его достала. Встала. Чего тебе, Настенька? Прощайте, батюшка. Мне надо бежать, работа не ждет. Это завтрак для моего отца. Я не могу взять его без спроса. Ох, у меня уже закончились красные нитки. И петушок уже проснулся. Он начнет петь через несколько минут. Что мне теперь делать? Пожалей меня, Петя, Петенька. У меня осталось пару рядков до петелька. Не могу ли я помочь тебе, Настенька? Подскажи, что делать мне, Петенька? Петухи, подневольные птицы. Надо к зорькой тебе обратиться. Я его возьму. Они красивые. Налево идет дорога к озеру. Направо идет дорога на пригород. Оно кристальное, чистое и холодное, как лед. Хотя летом вода прогревается. И сюда приходят поиграть маленькие дети. Этот мост сделан из дерева. Летом мы прыгаем с него в озеро. На противоположной стороне озера часто можно увидеть медведицу и ее детеныш. Медвежата играют друг с другом и шалят. Я люблю на них смотреть. Пожелей меня, зорька ясная. Подожди меня, солнышко красное. Подожди, пока кончу вязание. А то будет мне наказание. Мачеха мне все волосы повыдергивает. Возу цветает через несколько дней. И скоро все кругом будет розовым. Внутренний двор. Утром мне нужно его подмести. А не то мачеха будет меня ругать. Ох, это зловещий череп. Это поле Мичурина. Тот, кто нарушит границу этого поля ночью, мне никогда не страшно. Что ты здесь делаешь? Это за бредная земля. Ты что, читать не умеешь? Простите, господин. Меня зовут Ворон Роман. Роман, видите ли, мне срочно нужна свекла. Ах, это именно такая, как мне надо. Ах, если ты мне принесешь что-нибудь вкусненькое, я поем, засну, а тогда... Я сейчас вернусь. Пугало мужика из соломы в дырявый шляп. Выглядит жутко. Старый горшок наполовину ржавый. Он годится уже только для пугала. Но мое счастье сегодня полная луна. Иначе я не видела бы дорогу так ясно. Волочки. Продолжение. Приятного аппарата. Пока. Приятных поures. Сейчас мотыга мне не нужна. Вчера еще ведро было привязано к веревке. Я думаю, оно отвязалось и лежит на дне колодца. Как мне его оттуда достать? Я завяжу узел. Вот так. Теперь нужно просто поднять ведро со дна колодца. Ну вот, с первого раза не удалось. Нужно попробовать еще раз. О, Боже! Может, с третьего раза выйдет? Бог любит Троицу. Немножко подождать, и вода закипит. Чего тебе, Настенька? Мне нужен сыр для ворона. Да, ну, что же я тогда буду есть на завтрак? Ну, может, подойдет и половина сыра. Так я могу? Ну, хорошо, хорошо. Можешь отрезать. Боже мой. Куда же запропастился нож? Стой, стой. Я вспомнил. Да, я думаю. Так, 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 так. Так, я вчера ходил за грибами и потерял нож в лесу. Вот так половинку тебе, половинку мне. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А-а-а-а! Эй, сыр! Ням-ням! Ведь это ж ведь сам русский сыр, да? В жоде стало так замечательно! Теперь я могу поспать! Эх, сюда бы небольшую мотыбу. Этой мотыгой я наверняка откопаю свеклу. Быстрее, на поле! Мне не хватает силенок самой ее вытащить, не подкопав сперва. Вот так-то лучше теперь мне нравится. Я собираюсь обкопать эту свеклу вокруг. Тогда вытянуть ее будет намного проще. Я прилично взрыхлила землю вокруг свеклы. Теперь я покрашу пряжу. Тир-ра-ли-ра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот так Тут не было места для целой свеклы Теперь все в порядке Пусть пряжа окрасится И станет такой красной, как мне нужно Вот так Теперь, кажется, я смогу закончить носок вовремя Ну, моя медовенькая Ты закончила носок? Да, вот он Ах, успела таки Ах ты, ведьма проклятая Змея подколодная Ну, ничего В другой раз я тебе посложнее работу задам А пока птицу накорми Скотину напои Двор подмети До собаки еду приготовь А иначе я все твои косы повыдергаю Сейчас день, я могу пойти подмести двор Моя дорогая сестрица Мачеха приказала мне покормить кур Мне нужна миска Ты не вернешь ее мне? Чего тебе? Миску Ступай Ты что, не видишь, что я ем? Да, но... Отвяжись! Моя сестра Марфоша так просто мне миску не отдаст Нужно ее немного припугнуть Сестрица моя А ты знаешь, что знахарка Федора Михайловна сказала? Что у тех, кто много семечек ест Ноги чернеют Ну, подождем, увидим Так, я запачкала ноги моей сестры Сестра, началось Твои ноги чернеют А? Чего? Мама, помогите! Ой, не могу поверить Ах ты, ведьма! Что ты с ней сделала? Я только испачкала ноги сестры Сажи Мама! Федс, иди ноги помой Ааа, это же Сажа! Дура ты этакая! Ну, это не поможет Не поешь, пока не закончишь свою работу Неужели ты хочешь, чтобы я поверила Что ты уже накормила собаку, кур и коров? Ты уже подмела двор! Ты ни на что негодная! Ой! Я сломала метлу Что за несчастье? Нужно быстрее ее починить Ну как? Спрошу совета у батюшки Что тебе нужно, доченька? Папа, моя метла сломалась Вы не могли бы ее починить? Конечно, могу А что ты делала? Я собиралась подмести двор А она внезапно сломалась Прямо в мою руку Я не виновата? Я не виню тебя Но на это нужно время Я не знаю, как долго Хорошо, у меня есть еще работа Я зайду позже Вы не могли бы ее починить? Давайте, цыпки, покушайте Прекрасно! Цыплята уже накормлены Как вы здесь без меня? Кушать хотите? Здравствуй, Настенька! Здравствуй! Пока будет только сено Да, я бы не отказался Сено Я хочу сено И немного свежего клевера Эй! 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 А мы потом поедем кататься С весной не очень-то интересно Не сейчас Может, потом весна вот держи Сама я ее не подниму Мне придется просить помощи у батюшки После этого спустить сено Будет намного проще Что тебе нужно, доченька? Отец, мне нужна ваша помощь Мне нужно покормить скотину в сарае Но лестница для меня слишком тяжела Я не могу донести ее сама Я помогу тебе Но и ты помоги мне Сегодня у нас последний день уплаты Долга Мичурину Вот Возьми кошель Отнеси ему, пожалуйста И скажи ему спасибо Но! Что я тебе наказала сделать? Иди накорми коров и кур Приготовь еду собаке И вымите двор Змеище! Лежебока! Что тебе нужно, доченька? Ваша спина перестала болеть, батюшка? Почти По крайней мере, сидеть уже гораздо легче Если бы только моя жена не была такой мегерой И проявляла, проявляла бы хоть немного понимания В конце концов, я ведь уже не молодой Мачеха не дает мне проходу Она все еще волнуется за морфушу и бронит меня Я скучаю по маме Не волнуйся, Настенька Нужно быть терпеливой Батюшка, вы починили метлу? Прости, еще нет Подожди минуту Тогда я пока поработаю В конце концов, я могу и потом прибрать в дворе Доброе утро, Иван Владимирович Меня ограбили Меня ограбили Моя свекла Мой бурячок Подождите, Иван Владимирович Моя свекла Это была самая большая свекла в округе Сколько же сил на нее ушло Ох, господи, господи Столько работы Это правда Мой отец возвращает деньги, которые вы ему одалживали Он просил передать вам большое спасибо Я надеюсь, что деньги ему помогли Вы починили дымоход? Починили Еще раз спасибо Пожалуйста Рад, что смог помочь вам Моя свекла До свидания Корову мочит вот так Моя свекла 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 Я не такая высокая, чтобы туда достать. Я поднимаюсь. Мне страсть, как интересно, что бы такое могло быть в этих мешках. Это все рожь или просто пшеница? Ладно, я не знаю. Животным оно понравится. Этими вилами я забросила сюда сено. Сейчас оно мне ни к чему. Спускаться нужно внимательно и медленно. Спасибо, Настенька. Вот и я, Тяпочка. Вот такой завтрак. Тяпка, мой большой друг. Я очень его люблю. Что тебе нужно, доченька? Батюшка, вы починили мне к ним? Прости, еще нет. Подожди минуту. Тогда я пока поработаю. В конце концов, я могу и потом прибрать во дворе. Лоза цветает через несколько дней. И скоро все кругом будет розовым. Тяна снесенного домика от шеи. После того, как он потерял свой дом, я его не видела, бедняга. Интересно, где он пропадает? Старый торговец с лечебными травами, который живет за этим лесом, говорит, Я уверен, что на дне этого озера живет водяной по имени Сергей. Ммм, лучше попробовать что-то другое. Пенюк, он здесь совсем один. Он выглядит очень печально. Мне кажется, что он смотрит на меня. Иногда я прихожу сюда, чтобы поговорить с ним. Камыши. Весной в них гнездятся дикие утки. А хотя летом вода прогревается, и сюда приходят поиграть маленькие дети. Ммм, лучше попробовать что-то другое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все дрова сгорели, в печи осталась только сажа, черная как уголь. Полотенце моей сестрицы Марфуши.